как вас искупали в любви как вы провели этот день эти сутки старалась себя отвлечь но при этом сохраняя концентрацию на прогрессе вы приехали сюда в очень хорошей форме которая демонстрирована на тренировках сделали вы какой-то вывод для себя как нужно настраивать голову на соревнования как таковой формулы я пока что не вывела но один фактор я ушла что нужно просто верить в себя и не важно чем ты занимаешься нужно просто верить в себя и верить в тех людей которые находятся в пути как показывает опыт даже великих чемпионов смена программы по ходу сезона не всегда идет на пользу что все-таки заставило вас поменять короткую программу и я считаю что наоборот мне это пошло на пользу что я в более комфортном для себя образе и считаю что саму программу вчера я сказала неплохо я не говорю про поэшки и выбрал программу интерпретацию и мне намного больше нравится эта программа которую я вчера показала проблемы были с прыжками и проблемы были технически и это все психологический фактор и мне кажется это все прекрасно понималось Женя расскажите просто еще раз эту историю про то как вы вчера вечером заходите в социальные сети чтобы почитать и обновить да и вообще до чемпионата россии я уже как бы я приняла решение что после выступлений я вернусь в социальные сети и я думаю то что я сегодня даже прямой эфир в инстаграме проведу и потому что там очень много людей которые меня поддерживают и я заметила насколько меньше негатива стало меня это радует появляются такие периодические столпы которые вот они у всех выскочили сказать что они тебе спрятаться обратно и такие еще есть люди но их все меньше и меньше и потому что у меня очень сильные фанаты очень умные и на язык острые поэтому это быстро все нравится и да сегодня вернусь а вы знали что ваш фантлов готовит этот флешмоб сотнями роз очки всем раздавали честно говоря я это узнала только сегодня как и вчера когда я зашла в соцсети я не до конца поняла в чем смысл я не поняла что раздавали не раздавали но вот розы мне поступают да Евгения скажите пожалуйста больше всего всех интересует вот раньше вы всегда очень с такой уверенностью выходили вот в этом сезоне появилось волнение которого вот раньше у вас не было откуда оно берется я не могу сказать что волнение не было волнение было у меня было даже такое что у меня коленки вот так вот тряслись перед стартом но во первых скажу наверное честно во первых за бортом стояли другие люди и это тоже влияет иногда вот разминаешься разминаешься так поворачиваешь а там другой человек стоит а потом ты такая а ну да прошло довольно мало времени после моего перехода и тогда я была младше я была психологически младше и как-то было легче собой управлять было легче мной управлять и я что-то еще хотела важно сказать но забыла ну в общем нервы были но с ними справлялась и нужно теперь просто искать новые методы и все-таки есть еще такое словосочетание как запас прочности который иногда он иссякает и как раз таки вот психологический запас прочности он самый хрупкий женя вот у вас меняется и стиль и отношение к жизни и менталитет можно сказать вот насколько мы видим прежнюю женю и насколько новую можно ли сказать вы для себя сейчас расскажу наглядный пример вчера перед тренировкой на короткую программу разминаюсь в зале ну естественно там спортсмены с тренерами подходят но и тренеры зашли и один тренер поздоровался доброе утро здравствуйте но я повернулась доброе утро громко хорошо он даже не отреагировал то есть ну а он потом повернулся к жене это ты саду поздоровался и говорит да он говорит извини типа я не среагировал просто так непривычно что ты такая классная открытая все время здороваешься даже улыбаешься потому что ну вот год назад и даже подумать нельзя было что ты на самом деле такой классный человек и мне это наглядный пример того как я изменилась и надеюсь что это не будет расхолаживать меня как спортсменку а только поможет мне вперед жена для вас важно какое место в итоге вы заметили чемпионате россии сейчас уже нет после 14 место в короткой я буду рада и десятого знаете ну при нынешней системе судейства вполне можно подняться будет достаточно высоко дай бог еще две разминки готовится женька вам вчера подошла татьяна антония тарасова нам вызвали слова поддержки или прям какие ценные указания дала в программе слова поддержки и ценные указания и то и другое да конечно прислушиваюсь это человек который очень сильно меня поддерживает очень сильно меня поддерживает и честно говоря она меня очень вдохновляет и она даже сегодня на тренировку пришла на официальную реальность брайан стояла это на самом деле было очень странное чувство это просто так поворачивает брайан орстер татьяна тарасова стоят не страшно нет наоборот как-то огонь зажгло что такие люди поддерживают и я еще очень благодарна лёши ягудину потому что вчера подошел кисн край тоже поддержал жена ради россии скажите пожалуйста у вас такая вот поддержка фантастическая то что мы сейчас видели вот эти десятки сотни букет опрос скажите пожалуйста вот на все это омрачает знаете такой негатив в соцсетях вашей фанатской группы я по-моему только что вам сказала скажите может быть вы как-то призовете своих больничек и своих фанатов чтобы зарыть от такого вы знаете я такой человек что я не имею права кому-либо указывать у каждого свое мнение у каждого разные характера может быть у кого-то там проблемы в семье он решил вылить это все в моей странице ну это правда я не собираюсь никого призывать и я все-таки не социальный деятель какой-то там вот устраивать митинги устраивают там с плакатами ходы нет негативным комментариям это все бред это все бред у людей должна быть своя голова на плечах и слава богу моих настоящих фанатов которые вы сидят сейчас в зале смотрят фигурное катание у них с головой все в порядке поэтому никого не собираюсь призывать Евгения скажите пожалуйста вот вы когда переходили к Брайану у вас наверняка были представления как все будет как они не оправдались вот расскажите давайте топ-3 каких-нибудь самых удивительных для вас вещи во-первых внешний вид крикет клуба я видела только саму арену на фотографиях и на каких-то видео но когда мы подъехали к катку я спросила где каток потому что это ну выглядит просто как на семейный дом семейный дом вот правда вот такой вот крыши деревянные ты подходишь там такая арка написано крикет керлинг и скейтинг клуб и ты такой слышишь что это такое а заходишь а там просто огромнейшее помещение где по соседству находится керлинг керлинг арена и скейтинг арена и то есть это как как ящик пандоры то есть он снаружи вот такой вот во внутрь заходишь там двухэтажный тренажерный зал то есть я вообще не понимаю как это все в одном таком маленьком мешаете как в тардис из доктор кто про второе время тренировок время тренировок потому что сессии очень короткие там по часу по 50 минут но ты катаешься вот сколько вот у тебя сил хватает столько катаешься то есть ты можешь в 8 утра кататься в 10 в 11 в 12 и там до 7 вечера то есть ты сам выбираешь но вот мы с правильным прессе работаем в 11 и потом еще в 2 и еще один фактор наверное я когда пришла ребята прямо было видно что они меня ждали они пришли на каток увидели меня и сразу же такие ой жене привет а я сижу а кто ты я не знала даже этих людей но они мне не пришлось там приживаться я сразу же пришла как будто бы домой то есть день-два я со всеми ребятами уже общаюсь а вашего английского хватает чтобы понимать все нюансы приездки абсолютно да у меня нет языковой карьеры джин когда были сентября контрольный прокат в мегаспорте в москве вы общались в тегреспресс вы были воодушевлены радовались что вы выступаете и тогда еще не было известно что в ближайшие месяцы чтобы не открыть финал гран-при чтобы займете 14 место в какой-то короткой расскажите за эти месяцы может как-то изменилось ваше восприятие жизни восприятие фигурного катания потому что сначала говорили что вы сильно повзрослели ну какие-то были вот всем известные какие вихи у вас в карьере в судьбе чтобы жанна взрослеть и взрослеть и вот сейчас наверняка этот отрицательный опыт может быть за эти месяцы он тоже у меня появилось намного больше людей просто фантастических людей рядом я не могу их всех назвать у меня очень много учителей появилось рядом и это не обязательно люди которые уже с огромным стажем это люди которые с которыми я просто общаюсь и наверное эти ситуации дали мне повод раскрыть глаза и увидеть черты и то чему можно поучиться у людей которые вот со мной рядом Спасибо большое Спасибо 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 Спасибо